Всем привет! Записываю сегодня очень важную историческую для меня лекцию. Да, это будет лекция университетской, кафедральной. Или для тех, у кого высокий академический статус, это будет выглядеть в виде анимированного, объектно-реалитационного такого способа. Ну, стрим называется в виде доклада. Научного, хорошо. Околонаучного. Так, сейчас я почищу немного память, чтобы было куда записывать этот стрим, чтобы длиться в течение около часа. И скажу сразу, что за звук я благодарен Бобу, какой-то сумасшедший стример, который делает очень хорошие реконструкции. Я возьму за, скажем так, стимулирующий интеллектуальный такой степ, B-step. Включу его в фоне. Но для более молодой аудитории, все-таки я буду ориентироваться на более молодую, скажем так, академическую аудиторию. Предлагаю подписаться на Боба, очень внимательно посмотреть, на мой взгляд, концептуальный артист. Вот. Поэтому это мы убираем. И доклад я начинаю с чистого, белого листа. Тема, конечно же, будет, как вы видели, условно такой импровизированной заставки среднестоговской культуры, которую я вот там, например, дату привожу по британской, источник это британская энциклопедия. Нет, сегодня будет разговор исключительно об объектно-реолюционном анализе, который я применил применительно к археологической теоретической практике, в первую очередь. То есть это доклад касается больше не практики археологии, а ее теории и, скажем так, методах анализа. Раньше был Мерперт или там, скажем так, какие-то лидеры академические, советские или светочи европейской мысли, то здесь как бы современная эпоха компьютерной технологии и попытка под простому человеку все-таки разобраться в медном периоде Украины. как бы шапка моего доклада это медный период Украины, который охватывает достаточно протяженный период и при этом покажу немного свою базу данных и при этом хочу сказать сразу перейти непосредственно, чтобы осуществить эту миссию, скажем так, внести ясность что же такое медный век Украины. я буду использовать исключительно академические средства и университетские методы анализа к полученным мною параметрам и данным. Хочу немного коснуться... Боб, спасибо тебе. Хочу немного коснуться конечно же источников своих для такого доклада. ну скажем так, вся доступная мне литература в открытых источниках и что-то даже мною куплено на книжных рынках или в магазинах. Информация с пометкой научная литература была мною осмыслена и представлена в виде вот таких вспомогательных таблиц. И чтобы говорить о медном веке Украины, то конечно же мы должны начать с хэштега в базе данных. Вот здесь у меня Днепродонецкая культура. Это термин введенный... ну кто-то говорит о Даниленке, но даже если и пан Даниленко и вводил такой термин, хотя я прочитал его пару трудов базовых, он не рассматривает это как хронологическое явление, а просто говорит о Днепродонецкой общности, то Телегин Дмитрий Яковлевич, где про Донецкую общность не просто осмысливает как культуру, но он еще это и осмысливает как некий лесной там какой-то вот скажем так, ну я по-простому скажу понятно, народ реки. Да, дискурс мой, народ реки. Как бы для меня это больше опорная опорный хэштег, нежели Днепрод какая-то там Донецкая общность, о которой говорил Даниленко и наносил ее даже на карту. Очень много карт его есть, как я уже говорил, у меня в базе данных. Например, ДДО-карты и вот здесь все, что во-первых я находил в открытых источниках, вот даже вот такую концепцию в цвете нашел, вот с такой прекрасной компьютерным шрифтом, вообще редкостным. Ой, какая прекрасная карта, легенда. То есть и вот уже как бы современный такой дизайн информации, да, вот и я как бы наверное хотел бы сейчас обратиться к академической части, что я пришел конечно же из мира дизайна данных, нежели из мира ученых, но с Михаилом Львовичем Шлицовым, покойным, великим ученым также, а не средневековой археологической экспедиции. Можно помянуть его, он, я считаю, погиб. Мог бы еще жить, но скажем так, политика убила его, политика убила моего учителя Михаила Львовича Шлицова. Вот, и я как бы больше из мира данных, я делал для него много анализа данных, визуализации, реконструкции. Ну, время пришло и я там решил, допустим, себе начать носить ясность, используя современный дизайн данных. Об этом мы, кстати, еще коснемся как-то пару раз на других стримах и немного с другими фиштегами. Вот, и как бы медный век Украины, да, для меня стал становиться яснее. Но, догоняя мое хобби, наносить исторические данные на карту, меня догнали технологии в виде мощных баз данных, которые, скажем так, перелились к нам из западного научного мира в виде двух новых методик. Ну, одна, не совсем новый это радиоуглеродный анализ, но усилились математическо-статистический обсчитывающий аппарат на ЭВМ. И второе, это анализ митохондрии и ДНА и ДНК. И обломок анализируют, и всю формулу анализируют, сравнивают. И еще и делают, скажем так, код этих самых митохондрии, митохондриальный анализ клеточный. И вот эти все базы данных просто хлынули в археологию. И я считаю, что, ну, просто как будто я вот смотрю соседнюю техническую кафедру, на соседнюю кафедру истории археологии, замечаю, что соседняя кафедра утонула в данных. Не владея аппаратами, скажем так, параметрического, скажем так, анализа и постановки задач, объектно-реалитационного, археологию стало не понять. Когда я почувствовал вот этот вызов, да, что я потеряю связь с ценным для меня, знанием, я решил смело, как инженер, подойти к задаче модернизации, скажем так, методов анализа данных. Сейчас мы к этому вернемся, просто показываю источники бегла. Например, вот такие компьютерные модели, которые показывают, скажем так, интегралы вероятности, это интегралы вероятности, что представителя любой экспонентной функции, вот в светло-розовом, там, грубо говоря, процентов 90 вероятность присутствия, чем в темно-зеленом. Ну, вот такая математически, сравниваю два интеграла, вычитающий и, скажем так, суммирующий. И это важно понимать, немного хотя бы интегралы и как они работают, чтобы понять дальше объектно-реаляционную модель, которую я подверг анализирую эпоху меди Украины, захватываясь трудами Дмитрия Яковлевича Телегина. Дмитрий Яковлевич Телегин, выдохнула украинскую постоль Тахвигура. Вот он, фантастически, фантастически талантливый человек, на мой взгляд. Вот, и ему еще очень повезло, Дмитрию Яковлевичу, в том смысле, что он первый из великих столбов археологии украинской, украинской, радянской, украинской. Уже перестроился на новые форматы данных и представил свой анализ в 2006 году, прямо перед смертью, еще уже будущего возраста. Представил свой анализ баз данных радиоуглеродных, калиброванных, не калиброванных, все осмысливает, очевидно. И я его в размышлениях об объектно-реаляционной модели анализа эпохи медиа Украины... Вот чистой белой листной бумаги представлю, как первый тезис. Вот он он. Единственное, что я позволил себе со своей стороны... Не сохранить чередность и оригинал таблицы Телегина. Ну, на свое усмотрение, не меняя синхронизацию. То есть, видите, если внимательно посмотреть... Я строго, скажем так, с точностью плюс-минус 100 лет... Ну, вот моя погрешность, вот здесь. Здесь я запутался и, как бы, 100 лет у меня плавает вверх и вниз. Но я потом разобрался, почему. И здесь представлен, как бы, больше эпюр с моей стороны, нежели оригинал таблицы Дмитра Яковлевича Телегина. Я позволил себе группировать, уже пользуясь наработками, Даниленко. Позволил себе группировать Даниленковские, как бы, восточно-импульсные вот эти культуры, назовем их так. Центрально, скажем так, Днепровско-Донский импульс. И уже непосредственно динары, вот этот динарийский импульс из Балкана. Ну, скажем так. И я считаю, что таблица от этого только выиграла. И по красоте, и по тем вещам, которые были, с точки зрения математического, параметрического анализа, Дмитрия Яковлевича не доступны, увы. Ну, ничего, мы это исправим. Мы, как бы, продолжим его идеи, скажем так, взаимодействия с данными вообще, всеми данными по медиа Украины. Вот, что немаловажно, Дмитрий Яковлевич Тилигев в этой таблице связал, как бы, вообще, суть его концепции, вообще, блестящей в том, что он связал радиоглевод со своей уже очень-очень зрелой периодизацией. Где он вводит понятие нео-энелитического времени. И уже, собственно, сам энелит, или, как бы, всю медь Украины, да, вот, все три периода, он, конечно же, привязывает к триполью. И очень неплохо дает нам периодизацию радиоглеводных дат в общих чертах, в общих, подчеркиваю. Потому что у него не было аппаратных средств, у его секретарей, как бы, на кафедре, на которой он занимался своей практикой. Очевидно, что не было таких невозможностей ни аппаратных, ни программных. Ну, ничего, это мы тоже, как бы, поправим сейчас. Но изначально у меня не было таких задач, что я там что-то буду поправлять, или там с кем-то дискутировать, или вводить новые термины. Нет, мне просто хотелось, я, ну, вот, люблю очень период медиа Украины. Еще советских исторических книг и фантазии литературных. Ну, не моих, конечно же. Так, минутка памяти закончилась. Вот, и здесь, получается, еще раз повторяю, что здесь есть, разберем шкалы, шкалы Телегина. Скажем так, схоластика Телегина. Если скал, скулы, схола, схолау провести, как греческий язык, из глубин, там, ахейских, то это схоластика Телегина. Она состоит из периодизации веков и, ну, как бы, календарная линия, шкала, вот, таймлайн. По сту лет. Где он очень четко наносит границы позднего мезолита. А, потому что Телегин, в том числе, и... Кстати, какая у него была научная... Какая у него была научная степень при этом? Так, вот, это сползло очень плохо. Немного технический момент. Вот тоже мы начали разговор о шкале. У меня, как бы, в системе тоже нарушена шкала, разрешение, там, мониторов. И такая себе сомнительная система Windows, как бы, не понимает, как читать старое и новое оборудование. То есть у них в реестрах, ну, оперативных реестрах, происходит сбой, скажем так, шкал вот этого керноданных. Ну, вот керноданных, да, вот что я имею в виду. Это использует Телегин как гистограмму. Вот богоднестровская культура у него хорошо, как бы, закодирована основными датами, где можно увидеть раз, два, три, там, четыре, там, пять, грубо говоря, основных периодов. В этом смысле богоднестровская культура им с точки зрения, вот, радиоуглеродной кодировки, да, вот, это же перфокарта. То, что было им еще доступно из аппаратных средств и аналитических. Я считаю, что перфокарта богоднестровской культуры, или вот керноданных, стэк, то вот стэк вот этой богоднестровской культуры, ну, просто идеальный, я считаю. Можно спорить, не знаю, там, даже можно, ну, или, скажем так, приводить какие-то свои стэки, но пока я вот нашел такое. Просто с точки зрения визуализации, это на сегодняшний день, на мой взгляд, самая объективная картина. В данном, в давнем споре о богоднестровской культуре. То есть, доживает ли она до медного периода, и переживает ли она неэлит, или нет, да, вот, это из того, что я понял. Эту дискуссию, как бы, упрощаю, в двух словах. Ну, для себя же, и с твоей вот этой вот аудиторией, которая, ну, связана с археологией через, там, игровой мир, или через реконструкцию бизнес, там, и прочее. Вот. Сразу говорю, что быстро не получится, я буду делать паузу, забираться с мыслями, потому что иногда массив данных превышает мои аппаратные средства головного мозга. И вот это первый тезис господина профессора. Интересно, вот я хочу все-таки узнать, дали ли Дмитру Яковичу Легину профессора. Научная сфера, место смерти, алмаматор, Славянский учительский институт, кстати, я так понимаю, это Северский Донец. Доктор. У него степень и ученого звания профессора. Профессор Телегин, отлично. Извините, я не знал, ну, как бы, не очень биографию, в основном я и люблю его просто, ну, как специально специализировано, что ли. Я в другой кафедре, не обязан знать его. Не всегда обязан, хотя из уважения, вот, буду знать. В общем, ладно, читай, правду, варишься. Профессор Телегин. Вот, тогда, как бы, скажу еще замечание, что надо бы сделать, конечно, расширенную версию статьи Телегина Дмитрия Яковлевича в Википедии. Ну, с картинками тут все неплохо, на самом деле. Ну, и то, видите, она висит на русском сайте и в Украине не видна. То есть, это надо все решать кому-то. То, вот, что касается статьи в Википедии, она должна была быть, конечно, более расширенной. Это факт. Ну, вот, и институт истории Украины дает на каталог науковый Другой, Луганск. Ну, в общем, как бы не густо. Я скажу вам, для такого масштаба фигуры ученого не густо. Вот так. Все, к профессору Телегину мы больше не возвращаемся в контексте его личности. А вернемся к его также еще вот таким сделаем. У меня есть еще хороший проанализированный набросок. Его совместно с немцами на немецком прекрасном каком-то шрифте ученом, ну, аппаратном таком изучить из научного, из научных шрифтов неплохой. Которую, ну, в принципе, я проанализировал тоже как бы методом интегрального соединения данных. Как-то там проанализировал, где-то она здесь висит. Вот. Ну, так же и сделал, допустим, анализ, кстати, благодаря вот именно анализу профессора Телегина, сделал анализ коллег из-за океана, которые кое-чего не поняли, но так мощно подошли, проанализировали. и доказал я, что коллеги из океана немножечко ошибаются, ну, вот, просто при помощи типологии вещей. Использую их картинки и картинки, выпущенные нашими учеными. То есть, база данных, ну, есть о чем поговорить, господа, не расходите. Извините за мой юмор, гусарский. Ну, вот, кстати, я взял за основу карту Телегина, где он дифференцировал памятники, уже подчиняя ее своей трехчастной фрактовке не про донецкой культуры. Я тут просто себе добавил цвета, да, как рекомендовал Альфред Коржипский, кстати, ученый из океана. В СССР он был своего рода запрещенным. Ну, я как-то это уже изучил и себе вот помогаю. И вот разделил на первый период красным, второй период фиолетовым и третьим синим. В черно-белом мире профессора Телегина, ну, не было еще таких средств, хотя была трехцветная печать, но тогда это тоже было как бы под контролем соответствующих органов. И только можно удивиться, насколько цветной мир был внутри у ученых шестидесятников и семидесятников. Ну, в общем, проанализировав, ну, просто вот, скажем так, интеграл данных, потому что здесь в параметрах данных есть номер, скажем так, полигон на карте, координата, все. Параметрический анализ показывает, что первый этап красным, кстати, Днепродонецкой культуры развивался неоднозначно по форме он как бы двигался импульсно. Получается, сначала правый берег Киевщины, потом Междуречьи, Дисней, вот этих полтавских речек, там, Сулы, Слава, Мурску, и уже через Полтаву, где-то вот район Полтавы, по Суходову, культура вышла и завоевала две ключевых позиции на Северском Донце и на Порогах. Ну, вот так вот мыслил, скажем так, возможно, эта реконструкция математическая внутреннего текста профессора Телегина, но в любом случае, а и синим или голубым это финальная стадия культуры, но, кстати, одна из самых продолжительных и тоже не менее ярких. Просуществовало вообще, по моим ощущениям, аж до прихода среднеднепрорской культуры, вот там, где Закота, Ведь и так далее, взаимодействуя с Балтикой. Ну, пустынка с синим это радульская и струмельская как бы культура, по Даниленко, я ее выделил зеленым, ну, и так далее. В общем, просто первоисточники, ну, наверное, уже много, потому что все любят поговорить о первоисточниках, еще бы, но первоисточники все вам хорошо знакомы. Если вы можете их вспомнить, единственное, что вот это вам не знакомо, в плане, вот так вот я делаю таблички на артефакт, да, обязательно, если у меня есть какой-то артефакт, я его, вот это Манько, 2006 год, кстати, вернемся вот через Манько, Манько вообще это отдельный мир, но тем не менее, в 2006 году Манько опубликовал дату Шмайевской керамики, вот, кстати, очень любопытная история, где я ее, как бы, у себя в каталоге поставил, дату Манько поставил под вопрос, потому что она не имеет математического какого-то разброса данных, то есть, облака данных не возникло, то есть, непонятно, как посчитано, ну, и также уточняю ее с первым в контексте какой-то другой даты, ну, какой я уже даже и не скажу, это надо, кстати, вылавливать вот из файлов, которые сейчас я, кстати, разбираю, сейчас буду разбирать, буквально через одну-две минуты, еще пару слов о первоисточниках, ну, вот, известные картинки из Даниленко, да, и вот, шрифт узнаете, то есть, сохраняя оригинал тканов, делаю такую же работу, как и в Гугл, только, вот, Бандариха 2, планроскопы, разрезно-шарувань, все табличные данные для меня, вот они, значит, есть, что уточнять и прочее, ну, и, в общем, первый период представлен также таблицами из других изданий, кроме, там, например, Телегина, Даниленко или еще каких-то базовых вещей, да, да, ну, конечно же, Медь Украины, это базовые вещи, это Даниленко, Телегин, и, также, другие, которых, ну, сейчас не цель этих ученых загадывать. Второй период, кстати, вот, есть хорошие, там, скажем так, связи с какой-то, еще были белорусскими учеными, уточнялись, да, то есть, вопрос не про донецкую культуру не закрыт, особенно и третьего периода, и первого периода вообще, ну, 2А, 2Б, конечно, тоже не закрыт, потому что там спор между этими Азово-Днепровцами, или Ракушечной-Ярской школой, и, скажем так, Бого-Днестровскими, а Триполье, и в этом смысле Днепродонецкая культура, или, скажем так, Энавлит Украины, не может получить разрешение этого, этой дихотомии, то есть, эта дихотомия, она не разрешена, это я понял, кстати, позже, когда, теперь переходим, собственно, к докладу, когда я столкнулся с анализом вот этих параметрических данных, вот, это профессор Телегин, таблица, и здесь, как бы, еще очень важно, кроме стека углеводных дат, там, таймлайна, здесь еще важна его периодизация, вот он дает, так понимаю, дату Пашмаевки, 6, 130, кто-то, кстати, ту дату, кроме Манько, еще снимал, это очень важная дата, Пашмаевки, кстати, очень важная, хорошо, что она нам попалась, непосредственно, науче, во вступлении, потому, что его надо подвесить, этот артефакт, еще раз на него посмотреть, внимательно, и, и, шмаевка, керамика, стп, киевская лаборатория делала, ну, вот, очень хорошая дата есть, собственно, оригинальная, киевская, 7280, некалиброванная, вот, и, я так понимаю, что, Дмитрий Яковлевич, как раз, Пашмаевки, и поставил, переход от позднего мезолита, к раннему неолиту, здесь, он, как бы, не просто пошел, навстречу, с Даниленко, здесь, как бы, на мой взгляд, он нашел с ним, все-таки, понимание, и Даниленко, и профессор, и Телегин, для меня, вот, в анализе, показали релевантность обоих утверждений, тезисов, обоих утверждений, тезисов, ранний неолит, как бы, более-менее совпадает, и Даниленко, и у Телегина, и поэтому можно, уже тогда спокойно, в подате, 5300, уже выстраивать, неолит, но обратите внимание, я сделал, я сделал желтую метку, я сделал желтую метку, это очень важная желтая метка, она обозначает, конец, неолита в Болгарии, это очень важно, что, и тут же я, как бы, пометил голубым, период, начало ранней, трипольско-мариупольского периода, то есть, мариупольский, подразумевается, что, все-таки, за базу берутся, могильники, мариупольского типа, а не мариупольская культура, или мариупольская общность, следует заметить, российским коллегам, в том числе, мариупольская культура, и здесь есть также, блестящий, вообще просто, феноменальный, блестящий, сделанный стэк, могильника мариупольского типа, вот здесь я даже сохранил оригинал, аббревиатуры профессора Телегина, который он разделил даты, он сделал, как бы, это известно, во фреймологии, или, скажем так, в кибернетике, средства, когда один фрейм, вкладывается в другой, то вот, на мой взгляд, он как бы общий, деды, общий столбик днепродонецких культур, он их объединяет, висло, днепровка, вот этим вот, бассейном, который в эпоху медиа Украины, очевидно, что, как геолог, я могу точно сказать, что он был связан, как единая, система, скажем так, воды, это общие озера, и для той, и для той реки, ну, например, в Припетска, в Припетском, в районе Припетских, вот этих вот, притоков, которые уходят на север, он перевернул стакан Днепродонецких культур, или на кольчато, начерченных, вот этих вот, ой, на кольчато, да, на кольчато, прочерченных, керамик, и по вертикали поставил стакан могильников мариупольского типа, связывая их с мезолитом, просто с мезолитом, он, как бы, тоже отступает в своих рассуждениях, ну, дает стотню лет на развитие этим могильникам, как концепции культурной, и уже, как бы, анализируя в других работах, не в этом, не в этот точно раз, о мезолите я еще, как бы, хотел бы коснуться, но пока мы говорим о шкалах, мы, кстати, их сейчас немного включим, добавим, для того, чтобы удержать аудиторию, и она не скучала от моего медленного академического способа передавать данные, но академическое, я надеюсь, еще со мной, так вот, включили шкалу, включим гистограмму, которую я построил, ну, чтобы уже о чем-то говорить, вот, ну, что-то из анализа, конечно же, надо было бы уже подсоединять, потому что, нет, это очень мало, потому что время, деньги, и время сейчас очень ценный ресурс, так, вот, стратеграфия, но не позже, вот, я накид, хорошо, отлично, вот, оно само и выпало, значит, где-то, хэштег, постмариуполь, у меня плавает, а вот здесь, это, скажем так, я комментировал, это, я комментировал, для себя, животиловку, кстати, позднее, триполье, позднейшее, вообще прекрасно, блестящий, как бы, тоже концепция, животиловский культуры, это вообще отдельный, памятник, ей надо поставить, до конец, раннего неолита Болгарии, желтым, сейчас подхвечу этот хэштег, где-то он у меня висит, вот оно, конец раннего неолита Болгарии, а почему у меня желтая полоска сползла, неизвестно, оно у меня здесь красным, хорошо, вот конец раннего неолита Болгарии, и вот получается вот такая ситуация уже, скажем так, когда совмещаются несколько табличных шкаф, объектно-релизационных, и здесь я хотел бы сказать, что здесь сейчас произошло, на мониторе, на мониторе произошел, в данном случае, столу-паразит, надо избавляться, произошла компиляция данных, вот здесь есть, такой встроенный компилятор, данных графических, все мы вообще покажем, это просто банальный фотошоп, но в фотошопе есть, очень особенность, тут есть командная строка, и для кодеров, а кто хочет, просто по старому, вот весь набор математических, компиляционных функций, ну вот, например, разница, таким образом происходит компиляция данных, методом набора, обыкновенных арифметических функций, которые выполняет стэк, на мониторе, вот и все, вот и весь секрет, и уже здесь как бы возникают, какие-то прямоугольники, вот например, когда мы скомпилировали данных, скомпилировали данные, например, вот построенные мной, вот этот так называемый, могильник Васильевский 2, который относится к позднему визолиту, и тоже спорный вопрос, а относится ли он, собственно, к памятникам мариупольского типа, иногда такое закрадывается у некоторых, в литературе я встречаю такой вот вопрос, искушающий ученых, кстати. Ну, тут же как бы тема Васильевского 2, мог бы объяснить, конечно, деревский могильник мариупольского типа, и вслед деревке появляется вот этот вот каскад Днепродонецких культур, Киева-Черкасская, Донецкая, и мы выходим на, скажем так, первый период вообще Днепродонецкой культуры, и начало Лизогубовской. Вот, и, посмотрите, серым это скомпилированный телегин по математической функции разница. Здесь красно-серым обозначена его периодизация могильников, гистограмма коричневым, которая более-менее совпадает математически, прошу прощения, топологически, то есть это как бы топология крестности точки, а не совсем математика. То есть не совсем арифметика или статистика. Ну, и так же вот прекрасные стыки Лендель, Варна, Гумильница и Триполье Б. Вот у него просто Триполье А, Б, С. Такая классическая, скажем так, тяжеловесная, на мой взгляд, периодизация. Я, конечно, сторонник более модерновых этих самых подходов периодизации Триполья, но, тем не менее, мощно А, Б, С. И если мы сейчас вот скомпилируем на обычный слой данных, то вот и получим, что периодизация позднего мезолита у профессора Даниленко это один период могильников мариупольских, неолит ранний. Середина раннего неолита это переход в фазе А2 мариупольских могильников и уже начало энеолита или неоаналитического времени, как говорит профессор Телегин. Некоторые доктора, кстати, не соглашаются с этим. Ну, вот, есть повод написать профессорскую. И вот, как красиво Телегин связывает, ну, это, конечно же, стало очевидно благодаря тому, что вот хронология мариупольских могильников Телегином описано уже достаточно рано, если мне память не изменяет, что-то там вот чуть ли не 60-е 60-е годах, ну, вот, прямо-таки, да, в рубеж 60-х, 70-х годов. Узнаете эту карту, да? Я не буду ее комментировать. Могильники мариупольского типа. Вот отсюда взята его, это, скажем так, шифровка периодов, или, скажем так, сигнатура. Вот она. Красным. И уже мы можем, как бы, наложив слой на слой, понять, что у нас мезолит Украины, в данном случае, я сейчас буду говорить о мезолите Украины, имеет очень ясную и лакуну по, собственно, мариупольским могильникам, потому что там возникает какая-то лакуна в датах. Богоднестровская культура, на мой взгляд, видно, как она ускоряется и исчезает уже под давлением непосредственно Триполья. И вот Дмитрий Яковлевич Телегин связывает это через четыре даты, 5400. Таким образом, можно сказать, что Триполья по Телегину начинается 5500 до нашей эры. Не, понятно, с этим можно спорить, а почему так или почему не 5800, потому что он также, Дмитрий Яковлевич Телегин связывает это и с керном крышестарческой культуры, которая у нас на границе с Молдавией и с молдавским материком, я бы так сказал, динаром молдавским, румыно-молдавским динарским материком культурным. Хорошо связывается краж богоднестровской культуры, крышестарческой и уже отход пастухов в линейной линдочной, отход их, скажем так, ближе в горы, в Словакию туда и так далее. Ну и отход их в Румынию на юг. Все, узел завязался. Здесь не хватало, как по мне, периодизации собственно Днепр-Донецкой. Культура вот она 1, 2, 2, 3 период. Лиза Губовская нанеслась хорошо. Вот она 1, 1, 2, 3 периода Лиза Губовской. Значит, коричневым, светло-коричневым, это гистограммы мэргопольских могильников, построенные мною, позже я покажу по каким-то табличным данным. Пока просто визуализация. Наношу себе хэштег репинские черты в керамике, потому что одно из моих специализаций было именно реконструкции производства первейших видов керамики, в том числе ямный обжиг, с поддувом, без поддува, кислимным, не окислением. Поэтому репинские черты в керамике мне понятны, как специалисту народной керамики в том числе. Но вот мне никогда не было непонятно, как хорошо синхронизировались начало Черновода, последняя дата могильника мариупольского типа и репинские черты, совпадая уже с началом позднего триполья периода С, и вот тут уже где-то появляется древняя яма, еще в форме вот этих так называемых могил, посыпанных охрой, поданцовья, которые сейчас разрушаются агрессивным государством России на территории Украины, независимой республики Украина. Вот. И тут же посмотрите последняя дата гумельницы, ну то есть и желтым, желтым. Обратите внимание, что профессор Телегин почувствовал этот момент, это и конец днепродонецкой культуры развития или плата репинских черт, керамики Дона и Волги, я бы даже шире сказал. Последняя дата ему известная, потому что она опубликована при его жизни, по-моему. Последняя дата это Лысогорский могильник. Начало Черноводы, начало, то есть это Черновода 1, или еще 1,3 или 3,1 там путаются тоже. Последняя дата у мельницы и, как ни странно, плата могильников мариупольского типа, поскольку продолжили традиции могильников мариупольского типа мы можем найти и в постмариупольской культуре, и в скрелянской, там вообще где это, и, собственно, даже в отдельных погребениях там у статовской культуры, ну, в общем, весельный элит Молдавии, мог бы показать такие черты сходства с могильниками мариупольского типа. В общем, это элит, там битва еще сложнее, туда лучше не соваться, бо морду набьют. Поговорим о медиа Украины. И вот общая картина. и как бы сразу видно, значит, фиолетовым это граница мезолита, раннего нелита, синим, соответственно, зеленым, желтым и розовым. Вот так вот я закодировал, уже ямная культура у меня розовая, кодировка, и черновода, как, скажем так, семантически соответствующие культуре ямной. семантически, но не факт, что это прямое соответствие. Вот. Моя дизайнерская шкала очень тонкая, с погрешностью в один пиксель. Сразу говорю, что это имеет еще, эта шкала имеет еще и физическое измерение, поскольку она подготовлена к печати. Видите, вот, погрешность один пиксель. Вверх, вниз, сбоку, слева. И вот уже как бы собственно интерполяция всех идей профессора Телегина. Я анализирую как со стороны востока или, скажем так, я для себя это назвал Ракушечная Ярская школа, который тут вот снизу пристроились Елшанские даты. Там же китайская керамика сто тысяч лет до нашей галактики. И, в общем, для любителей теории заговора я обязательно синхронизировал этот эпюр. Ну, это-то вы хоть можете понять, да? Да, можете. вот это три это Ракушечная Ярские даты. И вот дам связку хронологии мариупольских могильников Телегина красным. Яншанское оранжевым, фиолетовым. Это границы позднего мезолита Украины Каиршак. Скажем так, без дат у него. Ну, он это же таблица Телегина. Ну, профессор Телегин Каиршак отсчитывает от 6400 даты. Чисто дативную культуру, да? Не радиоуглеродным анализом, а датировка культуры. И вот как раз датировка культуры, я так думаю, совершалась при помощи еще старых методов типологического анализа, сравнения артефактов, используя исключительно типологический анализ. А здесь сейчас происходит объектно-реаляционный анализ. Поэтому, если еще академическая аудитория с моего доклада гневно не ушла, я вам очень благодарен. теперь вам становится все яснее, правда? И вот Билшанское начало Каршака и уже плату второго, конца первого периода мариупольских могильников, которое, очевидно, что уже имея даты и по Тентексову, и Каршаку, является как бы производной для этих культур. Ну, хотя бы в контексте изменения производной по времени. А так дискутируйте, пожалуйста. Ракушничный Яр, вот, пожалуйста, Сабарская, Джангар. Вот это профессор, автор, профессор Телегин и его команда. Единственное, что еще повторяю, я тут продолжаю объектно-реляционный анализ, не останавливаясь, в том числе, и на Телегине, профессора Телегине, делаю пометки докурганные, он элит, терминологию, и синим у меня обозначена дата скелянска стоговской культуры, потому что иногда ее очень трудно отделить одно от другой. Для меня, как для обывателя, это что одно, что другое, что скелянское, что стоговское. Не просто прямое продолжение, а скелянское это какой-то 2А-2Б период, а стоговское, но при этом 1Б период покутовой среднестоговское, ну это прям скелянское тоже. Вы понимаете или нет? Если человек просто смотрит на вещи, типологически, но в датах путаница. И вот уже Кавказ свободно, финал в Афгалмеевке и финал ТНТ-40 совпадает по Телегину с третьим периодом и с выходом на арену среднестоговской, скелянской, новоданиловской культуры, еще к тому же там. совпадая с третьим периодом мариупольских могильников. пожалуй, что тут общую картину что сдаю. Ну, как бы вернемся на запад, что да, сурскую культуру и среднестоговскую и постмариупольскую я выложу вместе с черноводой и прочим, это животиловка и вообще из контекста размышлений и подхожу к стеку снизу вот отсюда через поздний мезолит и подсоединяю еще базу данных температура здесь появляется шкала температур которую я могу перемещать аппаратным аппаратным способом по объектно-реаляционной модели вверх и вниз строго сохраняя координаты и вот как бы подтянув к скажем так интересующей нас области реаляции да 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 мы об этом же это важный момент я редко выкладываю важный момент в этот самый но сейчас реально очень важный момент как работать с объектными реаляционными объектами то есть по сути белый лист это очень если коротко то это собственно набор множества фреймов реляций фреймов фрейм или по старому методическому терминологическому аппарату реляций немецкая школа конечно да вот там же немецкий чего заднем плане и и мы манипулируем объектами в данном случае объектами выступают таблицы объектами выступают керны объектами выступают стыки данных керны это скажем так культуры а также а также так называемый табличные данные хронологии углеводного анализа и цветовые плашки то есть пять видов объектов вот например чтобы понять их вот у меня цветовая шкала она выпадает сразу за по моей как бы в отдельном окне и все объекты подвергнуты цветовой дифференциации строгой ну чтобы как-то быстро по-карджипски ориентироваться в реакциях и в объектах вот и можем посмотреть температуру колывания среднеюречной то есть колебания среднеюречной температуры глобальной градусов цельсия перепад обычно получается пара градусов производил конечно же к культурным феноменам вот мы можем увидеть что табличные данные телегина очень релевантны посмотрите как первые даты днепродонецких культур установлено мариупольский могильник совпадая с переходом от атлантического периода к субреальным то есть менялась не просто фауна и флора а менялись климаты листами и прочее и это действительно совпад то есть как бы две таблицы совпадают украинские ну для меня это успех это значит что данные релевантны да что вот такой вот ну просто таблица я проверил вот видите множество например данных радиоуглерода даже сам график как бы их обозначает вершинами обратите внимание что колебания температуры совпадают с ростом человеческой популяции в том числе это вообще отдельная тема просто это мое хобби и отдельная тема привода геология просто мне сейчас нужно доказать вам друзья мои что объектно-реалюционная модель проверяема то есть как ее проверять а вот так температура можно также ее проверить объектно-реалюционной моделью западной хронологии там что касается Европы Греции Балкан Германии Верхней Нижней ну вот чтобы быть скажем так неголословным продемонстрирую наш интересующий период с точки зрения например Балкан Динарских Балкан вот Хамаджи совпадет у меня вот так вот так вот так сделаем вот наш интересующий нас период мы видим что очень хорошо таблица пана Телегина пана профессора Телегина компилируется с ракушечной ярской культурой ну не очень хорошо согласовано с Болгарией это я заметил ну ничего основные идеи это не отменяет вообще например начало Криша вообще в этом самом в данном случае в Венгрии в Румынии в Данут бассейн в бассейне Дуная совпадает с и с Богоднестровским периодом с фазами периодами и объясняется феномен Хамаджи как он состыковывается с гумельницей вот и в принципе я вижу что более-менее в целом основные реализационные связи не утрачены поэтому выключаю эту таблицу самопроверка самопроверяющая и добавлю сюда гистограмму которую построил уже я по датам вот вот она у меня так вот и находит на могильнике мариупольского типа где я сравниваю плата поселений или переход от первого периода скажем так артичного очень хорошо очень хорошо просто идеально я считаю и когда я вижу сходство такой реляции то у меня появляется ясность я вижу ступени взаимодействия и могу более-менее себе позволить уже рассуждать собственно о вещах потому что вещи которые публикуются в этих самых источниках ну иногда превышают всякую мыслимую и немыслимую фантазию реконструкция если вот кто-то из молодых досидел до этого места я реально просто зачетом вставлю первый курс по теории культуры можете весь год на мои лекции не ходить реконструкция Днепродонецкого типажа широколистый массивный европеец непонятных вот этих вот Аллахо Аллахо Паулахолле вот этих индонезийских нет это не Аллаха это индонезийские эти татуировки наивности вот и как бы чтобы понимать что за этим стоит конечно же мы нуждаемся в помощи археологов и переходим на новый уровень новый уровень реляции самопроверка закончилась все нужные скажем так изначальные данные константы мы подключили и вот начинаем собственно с феномена моего польской культуры и уже час 04 я этот как бы феномен моего польской культуры рассмотрю во втором эпизоде но вот с первой частью что такое объект доклада объектно-реалюционная анализ и его проверка как бы общих чертах у всех появилась это прекрасно я считаю мою польскую культуру мою польскую общность очень сложно понять без каких-то референсов так он вот уже был и оказалось очень запутанная тема эпохи меди но вот чтобы ее распутать можно последовательно объектно-реалюционным методом нанести на нашу скажем так марфологическую карту потому что это не совсем карта такие вот карты используют например при конструировании процессора кстати если кто-то из архитектовых процессоров тут сидит ну вот наверное у него больше шансов быстрее схватить суть метода объектно-реалюционного ну в любом случае я подключаю еще один вот на на вот этой своей реляции объектной подключаю еще одну базу данных позначенную цветом у меня как зеленым маркировка это все что касается и мариупольских и днепродонецких артефактов и объектов в данном случае это и даты и гистограммы здесь уже синим ну для контраста и с комментариями основных могильников не залито васильевский двоидеревский это их даты и марьевский конечно же уже начинают мною осмысляться в контексте мариупольских самых древних дат это погребение 124 и какой-то там могильник могильник а погребение 21 вот так вот чуть-чуть уточню координаты не не меняя отношения по отношению к сии линии и что мы видим что синяя вот эта или голубая линия как раз и соотносит одновременно конец раннего неелита в Украине в Болгарии что немаловажно нельзя забывать о том что днепродонецкая культура все равно развивалась в контексте Болгарии и уже собственно ранний трипольско-мариупольский период неоэналитического времени как терминология профессора Даниленко его же дата очень хорошо согласовывается с уже непосредственно гистограммами самого могильника мариупольского типа очень неплохо здесь в гистограмме наблюдается рост и количество могильников и носителей этой культуры и как видите что математически разброс некоторых видов некоторых видов данных составляет плюс-минус 100 метров я еще раз повторяю 100 лет например вот эта система чисел соответствует вот раз два три видите на гистограмме здесь здесь я вот и оставляю эти две таблички как в флаге у данных есть стек а есть флаг вот это вот как бы флаг для вот этой плашечки данных и вот и вот тоже погибли и то же погребение еще две даты дает какой-то другой ученый то есть две даты разных ученых я прикрепляю как флаг вот ну как бы к этим трем рисочкам ну для того чтобы сохранять объект объектную реляцию все-таки делаю с общей стратеграфией вот например такой делаю с общей стратеграфией выравнивание ну вот например мы возьмем общую стратеграфию это уже как бы мой дискус ну и совместим с гистограммой скажем так моим польских могильников и попадаем например на нижние михайловскую кемиобинскую область там и вот это животиловка и прочее рябенчатая керамика то все становится на свои места да как бы в смену от переход от мезолита к неолиту закончился тем что возникает на нижнем дону нижнедонская культура которая ближе не к кушечному яру все-таки а ближе к мариупольской культуре как бы является с ней даже единым целым в начальных этапах даже как мы видим нижнедонская древнее мариупольских дат но только дат а не самого не самой датировки культуры ну ты уже можно увидеть что я здесь наношу вот это более современную градацию триполья где делится период б на некий период и транзит от периода к периоду здесь он обозначен например фиолетовым это интегральная площадь дат среди 100 гусек культуры там какого-то периода и вот этот транзит триполья ну как бы совпадает и видно что он совпадает с такой ступенечкой которую делает новоданиловская дата здесь я вижу погрешность ее чисто у Владимира Яковлевича ну чисто механически увы он мог бы эту дату чуть опустить потому что новоданиловская культура еще застала и ранее Трипольско Мариупольское время следует заметить но об этом уже как бы о деталях позже просто что закончу анализ как бы на чистоту на чистовую специализированная тема именно ранние даты Мариупольской меди меди Украины как источником которым я использовал Мариупольский могильник потому что Мариупольский могильник медь имеет чуть ли не наравне с Болгарией в захоронениях то просто еще для усложнения релевантности картины скажу что здесь участвовали таблицы Телегина из других источников с тенем средний стих вот его например его диску также много ддо хэштегов не про донецкую культуру вот они включаются Киев Черкасская Донецкая хэштеги для некоторых могильников включаются потом подсоединяем даты все дни продонецкой культуры по керамике и по человеку и по могильнику и по вещам потом если надо проверяем не выгнали ли мы средний сток совсем уже в бронзовый век как это у меня случилось для контроля я беру конечно же Котов ее нижние даты которые она вытягивает из Мариуполя потом связь могильников мариупольского типа и скеллянских курганов Триполье Хвалынск Сероглазовский весь комплекс Кавказ тут как бы получаю вот уже сопутствующие фреймы которые проверяют основное поле вот оно световое ну уже здесь как бы во вкладке анализирую разными способами компиляции методом целевой функции методом скажем так от противного вот здесь я первый этап азороднепровской культуры например себе выставляю синим даты и тут очень хорошо сравниваются у меня гистограммы это как на биржах когда валюта торговать кстати такие же методы ну в общем видно все если и манько опять всплывает 2003 год телегин 2000 то есть тут анализ такой достаточно скрупулезный ну и вот совсем если уже быть неголословным цветовая градация да вот как бы цветовая цветовая кодировка ну или вот такая контрастная кстати на этом я и хотел бы в принципе закончить стрим анонсируя что возможно мы поговорим про дыривку и про так называемые мгильники Александрия класс Б и А просто тоже чтобы внести ясность вовчие и очень интересные моменты ну в любом случае ну как бы вот устатого и куку и куку тены считаю хорошо у меня получились опять же вовчок во внии лизагумбовская культура и второй период днепродонецкой то есть вот я беру ее за ступенчатый модуль и вот можно видеть ступени да видите вот об этих ступенях как о способе анализа методом целевой функции мы поговорим позже во втором хэштеге но пока всем пока не забудьте кинуть на очки и новые книги монетку на кошелек всем спасибо